Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики завезли на продажу новый набор танков. Но ребят, пользуясь случаем, хотелось бы начать немножечко с другого. Дорогие наши девчонки, дорогие наши танкистки, я искренне, искренне от имени всех, кто считает себя мужчинами, поздравляю вас с днём 8 марта. Я желаю вам быть счастливыми, я желаю вам быть любимыми и высказываю вам от имени всех мужчин благодарность за то, что вы есть в нашей жизни. Вы есть в нашей жизни в виде наших мам, наших сестёр, наших дочерей, наших подруг, которые никогда не бросят, наших девушек любимых. Короче говоря, без вас нам не жить. Девчонки, огромное-огромное вам спасибо за то, что вы существуете в нашей жизни, за то, что вы терпите нас такими танкистами, какими мы есть, но и за то, что вы никогда нас не подведёте, в этом я уверен. Девчонки, с праздничком вас и всех горячо обнимаю и целую. Ну и сейчас возвращаемся к теме нашего сегодняшнего видео. Сегодня завезли на продажу новый набор, который состоит из двух танков восьмого уровня. Это Чифтейн Т-95 и М4А1. И честно говоря, если бы не скудное финансовое состояние, я бы себе данный набор обязательно приобрёл. И сейчас объясню почему. Начнём мы с вами с вот этого вот очень сильно недооценённого товарища, М4А1. Так вот, данная машина собой представляет довольно прикольный средний танк, но однозначно, ребят, не для новичка. Меня очень, очень заманывает его орудием, потому что его 350 единиц урона с 200 единицами пробития, это действительно прикольно. Время перезарядки заявлено 9.6, которое явно можно довольно неплохо улучшить. Исходя из того, что это цикличная пушка, соответственно, можно ставить улучшение времени перезарядки. Что касается времени сведения, его тоже можно подтянуть оборудкой. А что касается разброса, то цифра, в принципе, довольно приятно заявленная. Что касается, ребят, углов склонения, минус 10 явно будет позволять вам на данной машине довольно бодро отыгрывать на неровности. Есть, безусловно, и ложки дёгтя в этой бочке мёда. Первое. Очень высокий силуэт. И с учётом картонности данной машины, вам действительно будет очень сложно, если вы новичок. Почему я говорю, что машина однозначна для ребят, которые уже давно не первый месяц в игре и откатали несколько тысяч боёв и умеют справляться с картонными машинами. Если сравнивать данную машину с кем-либо на уровне, то средних танков на уровне большое количество я для себя выбрал следующих ребят. Первый это однозначно Тайп 59. Почему? Потому что время перезарядки у них плюс-минус похоже. Что касается Альфы, он, безусловно, уступает. Уступает в ДПМе, но у него есть свои плюсы. Поэтому, если сравнивать его с Тайпом 59, то он типа хуже. У него хуже подвижность, допустим, чем у Тайпа. Простите, наоборот, Тайп похуже будет, да? Вот у М4 подвижность похуже, чем у Тайпика 59. У него процент доходности практически такой же. И что самое парадоксальное, что у М4А1 выше количество побед. То есть процент побед у машинки действительно куда симпатичнее. Но все-таки, ребят, стоит отметить, что несмотря на наличие какого-то рода прямых или непрямых конкурентов для данной машины, как среди проходной техники, так и среди премиумных, допустим, тот же самый Рампанзер, который имеет лучшее ДПМ, имеет лучшее пробитие, да, пускай ниже Альфу, но в то же время лучшее время перезарядки, соответственно, количество выстрелов в минуту, ну и, соответственно, выше процент побед. Все-таки данная машина, она не похожа ни на кого. Ну, просто потому, что он один такой, и он до безобразия картонен. Ну, просто до ужаса. Вот если посмотреть на конкурентов, плюс-минус прямых конкурентов данной машины, то Т-50, Т-95Е2 чутка получше бронированный будет. Тот же самый Рампанзер, который прячется за ковшом, ну и, соответственно, таким образом прячет свой нижний бронелист. Это его тяжелее найти, куда конкретно пробивать, хотя те, кто часто встречал данную машину, уже давно к ней привыкли и существенного там какого-то ужаса от нее не испытывают. Т-59 куда поинтереснее в отношении брони. Именно поэтому, несмотря на то, что он существенно уступает М4А1 в огневой мощи, все-таки Т-59 поудобнее будет для новичков, потому что броня есть в башне, потому что кепка не такая уж и картонная, и потому что, в принципе, верхние и нижние бронелисты, они хоть как-то забронированы. Что же касается вот этого товарища, как вы видите, это, ну, просто-таки радость. Радость для врага, потому что сюда особо-то и целиться не приходится. Ты просто бросаешь, куда попадаешь, ну и, соответственно, наносишь урон однозначно, потому что не пробить этого товарища, я уже не знаю, каким образом необходимо вывернуться. Именно посему данная машина однозначно должна отыгрываться на дальних расстояниях плюс-минус и максимально сейвиться от ваших врагов, то есть работать от ваших союзников. Пусть союзники принимают на себя прицелы и урон, ну а вы же будете накидывать свои просто бешеные 350 единиц альфы через каждые 8 секунд, если все это дело вы немножечко подтянете и улучшите. Теперь, возвращаясь ко второму герою нашего сегодняшнего набора, хотелось бы отметить, что Чифтейн тоже машина, я бы сказал, не для новичка. Я недавно заснял видео по поводу того, какие тяжелые танки премиумные 8 уровня я рекомендовал бы новичкам и вывел свои топ-5. Вот ссылочка на видео, заходите, посмотрите, я больше чем уверен, что вам будет интересно и однозначно познавательно. Что касается Чифтейна, я бы себе взял Чифтейна вот просто как бы ради удовольствия и в коллекцию. И, честно говоря, если бы не наличие нескольких машин у меня в ангаре, я бы, наверное, задумался над тем, чтобы все-таки разбить свою золотую копилку ради приобретения себе Чифтейна. Дело в том, что у Чифтейна очень бодрое орудие, ну прям совсем бодрое, у него время сведения очень классное, я бы сказал, практически божественное. Разброс довольно-таки приятный, хороший уровень пробития и уровень среднего урона с учетом времени перезарядки в 5.75, которые тоже, кстати, можно улучшить. Да и, честно говоря, я не знаю, на что бы я ставил оборудку, наверное, однозначно на время перезарядки, потому что время сведения и разброс, они и так абсолютно нормальные, абсолютно кайфовые. Обратите внимание, что машина обладает довольно-таки неплохой подвижностью. Да, это, конечно, не спорткар, но передвигаться однозначно хватает. Ну и, как обычно, не без ложки дегтя. К ним, к этим ложкам дегтя вернемся чутка попозже. Просмотрим еще на кое-что. Заявленный ДПМ в 2347. Насколько он действительно реализуем, это уже вопрос другой, потому что машина является плюс-минус картонной, имеет высокую вот эту вот, ну я даже не знаю, это комбашня, не комбашня, это вот башня на башне, по-другому не назовешь. И ею отыгрывать однозначно не очень приятно, даже с вашими углами склонения вниз минус 10. Вроде бы углы склонения есть, но когда вы, ребят, будете на этой машине отыгрывать от своей брони, то вы столкнетесь с проблемой, что ваша башня, она торчит просто выше всего, что можно только себе представить. Ну и, соответственно, особо проблем выцеливать вас не будет. У меня лично никогда не составляло проблем бодаться с Чифтейном. Есть картонный нижний бронелист 85 миллиметров, чутка повернулся, ну и, соответственно, приведенка становится существенно меньше. Есть хороший вот здесь вот рандомный рикошет, но все-таки я бы сказал, что это далеко не спасает вас и не добавляет вам живучести, исходя из картонного, как я уже сказал, нижнего бронелиста и вот этой вот комбашни, которую прям притягивают в себя взгляды ваших соперников, ну и, соответственно, крестики прицельных планок ваших врагов. Что касается кормы, да, здесь картон, если вдруг сзади заезжают, с удовольствием будут забрасывать вас фугасами. Особенно бодренько, вот просто кайфово забрасывать фугас вот сюда вот сзади под башню. Если вы сюда попадаете, то здесь фугас пробивает 19 миллиметров брони, которая кроется в верхнем листе вашей кормы, ну и, соответственно, наносит вам довольно-таки нормальный и существенный урон и делает вам крайне неприятно. Плюс к тому, он довольно-таки неплохо критуется башня. Короче говоря, ребят, если сравнивать данную машину с тем, с кем действительно можно ее сравнить, то я ее выбрал, ну я ему, точнее, выбрал в противовес две машины. Т-26Е5, который, в принципе, является бодренькой машинкой. Да, в чем-то он, безусловно, Чифтейну уступает, но все-таки машина классная. Что касается скорости, то по скорости, что Action X, что Т-26, что Чифтейн, они плюс-минус одинаково танцуют. И машины довольно бодро передвигаются по карте. Сведения у них абсолютно одинаковые. Калибр, да, немножко уступает Action X, но, ребят, поверьте, ну не настолько существенно и не настолько прям страшно. С учетом того, что у вас пробитие 226, что выше, чем у Чифтейна, то, соответственно, Action X и отыгрываться в ваших руках будет, ну, куда веселее и интереснее против более бронированной техники. Альфа 225 против 190 и против 240. Как вы видите, Т-26 уходит вперед, а Action X по Альфе уступает. Но, ребят, ДПМ-то все равно выше, потому что вы стреляете гораздо чаще. И, честно говоря, я отобрал этих двух товарищей именно по принципу скорости перезарядки орудия. Потому что все остальные танки, допустим, та же самая Акула, имеют существенно выше время перезарядки. Да, выше Альфу, но все-таки, ребят, мы говорим с вами о скорострельных орудиях в данной игре. Что касается процента по доходности, то, безусловным лидером является Т-26Е5, потому что там процент доходности выше. Но он выше всего лишь на 5%, поэтому я бы не ориентировался на саму цифру, я бы ориентировался на живучесть машины. И именно живучесть машины приводит к тому, что процент победы у этой машины составляет 51,5% против 55% у двух конкурентов. Таким образом, получается, что машина не для новичка, именно потому что отыгрывать вот эту вот броню у вас будет получаться крайне слабо. И вас будут довольно часто разбирать, и вы будете уходить в ангар гораздо раньше, чем сможете накосить того урона, который позволит вам собрать нормальное количество серебра и получить удовлетворение от боя. Что касается экшен-икса, то здесь ком-башенка гораздо меньше, выцеливают ее гораздо меньше. Если вы учитесь или уже умеете прятать нижний бронелист, то, поверьте вам, проблем у вас в игре особых не будет. Да, многие скажут, что башня не сильно забронирована, 112, но, ребят, здесь такие углы приведенки, что в целом рикошеты летят, ну, просто мама не горюй. Ромбом отыгрывать на данной машине тоже довольно неплохо, потому что, в отличие от многих других машин с вот такими вот выступающими частями сразу под башней, они здесь забронированы. И многие пытаются сюда бросать, но толку от этого абсолютно никакого нет. Борта тоже имеют броню в 90 мм, и с приведенкой тут 400-350. Короче говоря, углом, то есть ромбом на данной машине играть, ну, просто одно удовольствие. Что же касается Т26Е5, то здесь тоже какая-никакая броня все-таки есть. Да, есть плюс-минус мягкий бронелист, который ничем не лучше, чем у Чифтейна, но все-таки верхняя часть вашей туши, которая, допустим, будет выступать из-за какого-нибудь, я не знаю, там, холма, но гораздо веселее, с учетом углов склонения, с учетом приведенной брони, вы действительно можете довольно неплохо отыгрывать. Именно поэтому, ребят, я и настаиваю на том, что набор, который сейчас находится на продаже, это набор однозначно не для новичков в этой игре. Ну, а если вы не новичок в этой игре, то стоит ли вам покупать данную машину, поскольку если вы уже давно в игре, то, скорее всего, обзавелись себе вместо Чифтейна тем же самым Action X, ну и Т-26, допустим, для примера. Таким образом, получается, что наборщик получился, ну, довольно-таки интересный. Вроде бы и машины довольно неплохие, но однозначно не для новичков. Ну, а для бывалых, ребят, однозначно, скорее всего, будет более интересным тот же самый М4А1. Ну и, соответственно, сам набор, он теряет, как таковой, смысл за 12 тысяч. Хотя, повторюсь еще раз, если бы у меня была финансовая возможность, ребят, я бы себе его приобрел. Ну, просто потому что я в танке играю уже 8 лет, мне хочется чего-нибудь новенького, чего-нибудь интересненького. Ну и того, что появляется на продаже, я бы сказал, не так уж и часто, если мы говорим конкретно о среднем танке. Что же касается тяжа, то Чифтейна за год выставляют несколько раз на продажу, и довольно часто он продается по довольно-таки приемлемым ценникам. Брать ли за 6 тысяч? Не знаю, ребят. У меня все еще в памяти есть вот это, вот знаете, приятное воспоминание Черной Пятницы, когда за 6,5 можно было взять, допустим, того же самого Кейлера. Поэтому 6 тысяч ценник, он тоже такой, знаете, немножко кусающийся. 7,5 за М4 я бы тоже не рискнул отдавать, потому что отдать 7,5 за голую полностью машину, ну, это немножко перебор. Все-таки она не настолько прям вау-вау-вау, чтобы за нее отдавать такие деньги. Таким образом, получается, что самым нормальным все-таки является приобрести себе за 12 тысяч набор, взять себе две машины, два прикольных красивых камуфляжа, взять себе аватарчик, X5 по 15 штук на каждую из машины, открытое все оборудование на каждую из этих премиумных тачек. Но все-таки, ребят, вам стоит подумать, стоит ли вам лично 12,5 золота спускать на данные машины в составе набора. Напишите, пожалуйста, свое честное, субъективное мнение по данному набору, будете ли вы его покупать, купили ли вы его. Или, возможно, у вас есть данные машины в ангаре, вы на них постоянно катаете. Поделитесь своим мнением ребятам, которые пытаются принять решение покупать или не покупать. Однозначно, это мнение будет интересным. А это было мое скромное, субъективное мнение по сегодняшнему набору. Ну и повод поздравить наших девочек с праздником. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.